друзья приветствую всех еще раз 24 число сентябрь 22 года 24 год 24 число вторник время 7 часов вечера местного времени сегодня вторник то есть понтельник вторник среда здесь гостиница вся еда все напитки все бесплатно алкоголь все бесплатно то есть хочешь вино хочешь пиво вот я вот взял пиво это уже третий бокал завтра последний день вот это вот нет вот этого вот шведского стола среда пятницу вечером на взлет так это уже третий бокал я уже третий бокал и больше не надо эти хватит достаточно и поэтому вернулся опять в номер вот с последним пивом и дому запишу еще видео потому что ну как бы поделюсь то что известно потому что завтра да будет такой занятый день много много работы вот потом четверг потом собираться уже на так это а вот так вот о чем я хотел с вами поделиться что как уже много раз говорил все в этом мире известно никаких то нет но так же как и нет однозначного то есть нет такого что вот это событие произойдет независимо от того что человек будет делать нет такого нет потому что человеку дана свобода воли и он праве менять свою судьбу любой человек а просто такой будет ли он менять или нет это уже зависит только от него вот и вот почему во все времена люди которые имели возможность видеть будущее почему они были ну сказать преследуемы почему были таких гонениях ну вот частности например возьмет того же вольфа мессинга которого свое время фюрер такая известная история он его пригласил к себе он как бы известный был такой товарищ и говорит вот ты нам скажи пожалуйста предскажи наше будущее что произойдет из Германии на что вольф мессинг так сказать посмотрел ну для этого я это понимаю как это происходит Ну, то есть он реально посмотрел и говорит, что если Германия пойдет дальше на восток, то есть торнется в СССР, то она потерпит поражение. И там поражение будет числа такого-то года. Вот. Но, естественно, что он не рассказывал, ну, как сказать, он сказал свое понимание, что если Германия сделает какой-то шаг, тогда произойдут какие-то события. Вот. При этом, конечно, он не говорил, что лучше этого не делать, лучше сделать другой шаг. Вот. Потому что руководитель Германии был уже целеустремлен, как нужно поступать. Так. И, соответственно, это ему не понравилось, как не понравилось бы любому человеку. И люди, которые, как правило, это руководители, которые ограничены в своем понимании мира, потому что их гложет тщеславие. То есть зачем им понимать мир, если они уже на вершине вот этого мира, они уже почти как боги, могут вершить судьбы людей. Поэтому им не нужно менять свое мировоззрение. Им достаточно как бы ликвидировать этого человека, чтобы он больше никому не сказал. При этом не понимая своей головой, что, ну, это же событие не изменит. Ну, то есть люди, вот эти люди недалекие, они пытаются так сказать, отогнать от себя все эти мысли. Какое только позитивное мышление, только думать о хорошем. Как людям рассказывают часто. Вот эту вот иллюзию. Так, так вот, к сожалению, точно так же судьба Украины, как бы то ни звучала. И это я видел своими глазами в январе 2014 года, когда попросил Вселенную показать, что же произойдет. Вот, и да, она показала сначала, я записывал все эти видео, еще в 2014 году записал, рассказал, вот, что Украина будет захвачена российскими войсками. Что будет полномасштабное отторжение, и в результате вот такое-такое. Ну, мне тут многие мои приятели писали, что да, вот тут уже было такое, мы их отогнали, якобы, там, россиян. Вот, я говорю, не-не-не-не, это совершенно другое, поэтому не нужно себя обманывать. Вот, и так же 1 марта 2022 года ваш покорный слуга записал тоже видео, в котором говорю, что готов, так сказать, способствовать, помочь в разрешении вот этого вот, вот этой дури. Самую настоящую по-другому не назовешь. Вот, и для того, чтобы решить полностью этот вопрос, чтобы не было сотни тысяч, а далее будут и миллионы погибших. Ну, вот, и на тот момент я даже, как гарантия того, что данное событие произойдет, именно в таком русле сказал, что я готов, если это не произойдет, то согласен, что меня расстреляют. Вот, куда уже вышел, человек уже готов, как гарантия дать свою жизнь, гарантия того, что данное, данное произойдет. Вот, то есть, при изменении видения мира меняется сам мир. Ну, то есть, как бы это ни звучало. Ну, то есть, если, например, человек, как бы так объяснить, если человек, один человек, например, одевает очки с розовыми светофильтрами, то есть розовые очки, то он видит весь мир розовым. Да, то есть, куда он не посмотрит головой, мир розовым. И поэтому он его себе таким представляет. Вот он розовыми является. Сюда скажут, так сними очки. Ну, не-не-не-не, это часть меня, это очки, это мои, и я через них буду смотреть на мир. Они мне помогают увидеть. Вот, то есть, другой человек же, который не одевает данных очков, он видит этот мир в других цветах. Он видит этот мир во всевозможной гамме цветов. Вот, то есть, не ограничивая себя одним вот этим вот розовым цветом. Вот так и во всем. То есть, вот это вот является видением мира. То есть, человек, я неоднократно это повторял. То есть, вот он видит, вот он видит свой мир, который он может видеть, исходя из тех рецепторов, сенсоров, которые у него есть. Да, то есть, там глаза, уши, обоняние. Вот. То есть, на то, на что он полагается. И если он преобразует вот эти вот сенсоры свои, тогда он будет мир видеть совершенно другим. Ну, в данном случае мы говорим вот о том, что судьба. То есть, по тому ходу событий, по которому вот происходит всё, исход, я рассказал, какой исход. То есть, это уничтожение Украины. Так, ну, это можно изменить для того, чтобы было хорошо всем. И Российской Федерации, и её руководству, и Украине её руководству. Называется и волки сыты, и овцы целы. Но это можно сделать только человеку, у которого изменённое вот это называемое сознание, который может видеть события по-другому и может, соответственно, и регулировать это. Потому что при том подходе, который люди применяют, то есть, который привёл к данной вот этой вот конфронтации, к вот этой вот проблеме, то принимая тот же самый подход, невозможно решить данную проблему. Единственное, что идёт на усугубление, на усугубление всё. Вот. Но, к сожалению, и это, в принципе, довольно прогнозируемо, опять же, поправка на пиво. Люди, в данном случае в Украине, не желают этого, потому что, по их мировоззрению, вот должно происходить вот так вот. Они хотят добиться вот такого результата. Опять же, из своей точки зрения, и называется своей колокольной. Но это невозможно, потому что как раз это их точка зрения и привела к данным, к данным, имеющимся на сегодня результатам. То есть, единственный путь, это другой подход, совершенно другой. Но, к сожалению, это такие вот дети, от них ничего нельзя ожидать другого, которые ограничиваются своим таким кружком, никого не пуская туда, потому что это позволяет им видеть себя как вот мудрых, потому что они собирают себе подобных. И, соответственно, последствия известны. А во все времена, скажем так, вот те цари, которые были, на которых не стоял вопрос переизбираться, там какая-то демократия, ещё что-то такое, подобное, они пытались познать этот мир. И поэтому они обращались к мудрецам. Причём они их искали по всему миру. И на восток отправляли своих гонцов, чтобы там узнать что-то там, какие-то ответы на вопросы. То есть, они как раз пытались познать. И, соответственно, они расширяли свой вот этот кругозор. обращаясь за помощью, за советом к другим людям. Для этого должно быть хотя бы элементарное желание взросления вот данного руководителя. Здесь же мы видим как раз, что этого желания нет абсолютно. То есть, варится вот в этом своём окружении. Свои знакомые, кум, сват, брат, вот мы тут вместе, наша компашка, мы тут руководим всей страной. Поэтому и имеют то, что имеют. Вот то, что я хотел вам рассказать. Тайник их нет, всё известно. поэтому если какие-то вопросы задавайте. Я здесь для вас. Всего вам доброго. До свидания. с Богом. Субтитры создавал DimaTorzok